Всего за месяц телефонный вирус украл деньги с банковских карт сотни жителей Алтайского края. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Мошенники с помощью так называемых скиммеров похитили виртуальные средства барнаульцев. Но тем не менее банковская карта все прочнее, входит в нашу жизнь, удобно. Но все ли знают о том, что даже если вы ни разу не воспользовались картой, вас могут попросить заплатить? Подробности в нашей постоянной рубрике. Банковская карта Что касается дебетовых карт, здесь немножко сложнее. Она может вообще пролежать в закрытом конверте, в тумбочке, в ящике, и вы можете не воспользоваться. Но при этом банк имеет право начислять вам определенные комиссии за смс-уведомления, за ведение счета. И может быть даже годовую комиссию раз в год, которую как раз наши потребители и обнаруживают через год, как минус на данной карте. Поэтому в данной ситуации у нас есть закон о защите прав потребителей, который защищает сторону потребителя в этой истории. То есть о чем идет речь? Клиент, потребитель так и не воспользовался данной картой, не было никаких движений по счетам. И в данной ситуации можно говорить о том, что клиент вправе вернуть данную сумму назад себе. Опять же, просто бывают ситуации, когда банк не идет навстречу и приходится доказывать это, в том числе и в суде, свою правоту. Если у клиента или у потребителя дома есть какие-то карты, которыми он не пользуется вообще, рекомендация такая – прийти в соответствующий банк и написать заявление о закрытии счета по данной карте, потому что минус или какой-то ноль на данной карте, он в принципе может повлиять в том числе даже на кредитную историю данного потребителя. Продолжение следует...